Радио Комсомольская правда. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Гость в студии. Это радио Комсомольская правда. Екатеринбург. 92,3 FM. Нижний Тагил 96,6. Серов 89,5. Кроме того, нас можно слушать, слышать и принимать не только в FM-приемниках, но еще и через интернет. Заходите на сайт радиокп.ру или скачивайте себе приложение на мобильный телефон радио КП.ру. Не забудьте только отметить город Вещания Екатеринбург. И тогда вы точно будете в курсе новостей, которые происходят у нас в Свердловской области. Меня зовут Людмила Варакина. И сегодня мы будем говорить про международное сотрудничество в области научных исследований и подготовки специалистов между вузами России и Республики Перу. Итак, гости нашей студии. Луис Серар Малина Альманза. Здравствуйте. Это глава Национальной коллегии образовательных учреждений Перу, глава администрации Высшего технологического института государственного образования имени Симона Боливара. Еще раз добрый день. Спасибо большое, что Вы нас пригласили. Очень приятно, что я здесь нахожусь с Вами. Помогайте нам будет. Вы сейчас услышали голос нашего переводчика Рафаэля, человека с таким красивым именем. Но еще одна гостья нашей студии, кто смотрит эфир через YouTube-канал, наверняка уже увидел ее. Это Ольга Ергунова, заведующая кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства Уральского государственного экономического университета, кандидат экономических наук, доцент и президент Уральского союза туриндустрии. Добрый день. У меня вопрос, первый вопрос к нашему гостю из Перу. Поговорим мы о цели вашего визита, потому что наверняка наши слушатели, которые смотрят или слушают нас, они хотят узнать, как человек, перелетевший несколько континентов, океаны, такое количество километров оказался в нашей стране, в нашем городе. Для чего? Зачем? Цель вашего визита. Моя цель – это развивать наш туризм перуанский в России. Ну вот мне подсказывает Ольга Ергунова, что цель – это не только развитие туризма, это еще и научные разработки. Давайте по поводу вот этих научных разработок мы сейчас и поговорим. Дело в том, что наш гость прибыл в Россию в рамках турне делегации из Республики Перу, и вот в рамках этого турне будут посещаться учреждения высшего образования в Москве, Санкт-Петербурге, Чебоксарах и Екатеринбурге. Также гости из Перу побывали на международном форуме «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге, ну и в Екатеринбурге буквально через два дня будет еще один форум, на этот раз «Общероссийский форум стратегического развития города России-2030, вызовы и действия». Ольга, давайте вот вы расскажете подробнее об этом, потому что я знаю, что вы были и в Питере, и вы будете модерировать одну из площадок нашего форума «Города России». Что было интересного в Питере, что будет интересного у нас в Екатеринбурге, и как это связано с международным сотрудничеством между вузами разных стран? Да. Делегация из Перу в составе семи ректоров латиноамериканских вузов посетили российскую промышленную выставку, которая уже проходила в 25-й раз в Санкт-Петербурге «Российский промышленник». На этой выставке были собраны контакты от многих ведущих предприятий, различных отраслей экономики. Это связано и с судостроением, и с такими наукоемкими технологиями, IT-технологиями, которые неизвестны еще в Латинской Америке. И, соответственно, сейчас проводится работа при поддержке торгово-промышленной палаты для трансфера этих технологий в Латинскую Америку. А можно подробнее, что за технологии такие вы предлагаете в Латинскую Америку? Ведущая компания промышленного сектора России представили свои разработки на этой выставке. Наша уважаемая делегация посетила более пяти мероприятий из 80 предложенных. В том числе было подписание соглашений, правда рамочное, о сотрудничестве в дальнейшем, которое будет осуществляться при поддержке торгово-промышленной палаты Республики Перу и России. Мне, как председателю Свердловского отделения Российского союза молодых ученых, в первую очередь было интересно именно сотрудничество в области трансфера научных технологий из Латинской Америки в Россию и, наоборот, а также сотрудничество по привлечению абитуриентов из Перу. Вот, например, моя кафедра может гордиться тем, что у нас учатся около 10 студентов из Перу. При этом они изучают туризм, индустрию, гостеприимство. Также ребятам интересны магистрские программы, которые касаются менеджмента в целом. И вообще очень большой интерес в стажировках. И этот интерес, который у нас начал развиваться с 2019 года до пандемии, сейчас тоже получает такой мощный драйвер развития. И приезд делегации из Перу это как раз и подтверждает. Мы продолжим свою работу на площадках нескольких вузов Свердловской области. Также побываем в одном из медицинских центров сегодня, в нашем смарт-регионе академическом. И, соответственно, побываем также, правда, в онлайн-режиме на форуме Города-2030. То есть будем говорить о том, что такое Города будущего, какие есть возможности и потенциалы развития у нас в России, а также в Латинской Америке. У нас в студии, напомню, находится глава администрации Высшего технологического института государственного образования имени Симона Боливара, а также глава национальной коллегии образовательных учреждений Перу Луис Сесар Малина Альмадзе. И у меня вопрос к нашему гостю. Международное сотрудничество в области научных исследований. Почему вам интересно? Какие технологии вы готовы предложить России и что бы вы хотели применить у себя в вашей стране? Я вопрос, какая технология, которую вы хотите compartir для России и почему есть интересы? И, наоборот, и, наоборот, и технология русская для вас. Мы наблюдали, например, в системе тренинговых систем, который очень эффективный систем, в сравнении с тем, что мы видим в Перу. Это интегратор, быстрый и экологичный систем. Я рассматриваю именно то, что у вас очень... Очень интересная технология в сфере экологии, в сфере энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий. Это первый, вопрос о системе тренинговых систем. Второй вопрос, который мы интересны, например, в системе газа. Мы производители газа, но не успеют массировать в сфере экологии газа. Он говорит, что нам очень интересно, как у вас работает поезд. Для нас это очень экологически. У нас такого нет в Перу. Говорит, что мы бы хотели что-то делать, именно в связи, именно то, что касается в поездах. То есть это что-то с железной дорогой, какие-то технологии. Это то, что касается в политических... Публических... О политике... Публик. Общественная, да? Общественная, да. И там есть еще сферы в академическом сфере. В сфере технологии информации и в сферах гастрономических... И есть у нас в сферах гастрономических и... ИТ. Да, я хотела бы подсказать, немножечко расширить. Луиз как раз акцентирует внимание, что сегодня особенно важными становятся вопросы подготовки кадров для решения научно-технологических задач с целью прорывного развития по приоритетным направлениям. Это касается и ИТ-технологии, это касается и приборостроения, электротехнического кластера. То, что у нас есть в Перу и очень сильно помогает, то, что мы развиваемся в маленьких бизнесах и в больших бизнесах. Мы уже заметили, что есть бизнес в тадиках и узбекских. Да, мы очень активно работаем в Центральной Азии. Которые очень развиваются у нас в Перу. Прекрасно. Кто бы мог подумать, что представители бывшего Советского Союза развивают свой бизнес в Перу. То, что нам очень удивило, что именно эти бизнесы, они работают круглосуточно. Которые, например, есть большие бизнесы, которые не работают. Не так. Вот это была самая большая ошибка, что взлет перуанцев не так делали, как они. На радио Комсомольская правда небольшой перерыв, две минуты рекламы, затем продолжим. Это радио Комсомольская правда Екатеринбург. Меня зовут Людмила Варакина. И у нас в студии находятся очень интересные гости. Это Ольга Иргунова, заведующая кафедрой туристического бизнеса, гостеприимства Уральского государственного экономического университета, кандидат экономических наук, доцентр и президент Уральского союза туриндустрии. Еще один наш гость – это глава Национальной коллегии образовательных учреждений Перу, глава Администрации Высшего технологического института государственного образования имени Симона Боливара, Луис Сесар Малина Альмаза. Помогает нам переводчик Рафаэль. Говорим мы о визите большой делегации из Республики Перу с целью образовательных и туристических возможностей. Ну вот мы начали говорить по поводу взаимного сотрудничества, начали говорить в том числе и про бизнес, но мы с вами находимся сейчас в те времена, когда, к сожалению, международное сотрудничество, образование, туризм и все остальное очень сильно связано с коронавирусом, потому что ограничения, которые во всем мире, в том числе и в нашей стране, и в России действуют, налагают на это обстоятельства, определенные запреты. Хотелось бы узнать, как ситуация с коронавирусом в Перу? Какова ситуация с коронавирусом в Перу? Сейчас наша ситуация намного получает. Наша страна показывает меньше заболевших. В прошлом году мы не знали, как контролировать эту ситуацию и очень много заболевших. У нас не было вакцины. У нас не было столько времени в магазинах ограничивали наши покупки, наше время, не могли пойти на работу. Все ограничили. Политические границы ставили у нас. В общем, все как в России, все как и во всем мире. Но вопрос, а сейчас у вас своя вакцина появилась? Какие вакцины вы от коронавируса используете? У СССР вакцина вакцина, вакцина вакцина или вакцина вакцина? Нет, нет. У используем Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca. Ну, я думаю, без перевода понятно, какие вакцины в Перу используются. Дело в том, что в России, да и, собственно говоря, вот у нас в Екатеринбурге, в том числе ученые, разработали таблетки определенные, лекарства. И у нас есть свои собственные вакцины, их несколько. Будет ли использовать в Перу российские медицинские разработки для борьбы с коронавирусом? Мы попытались покупать именно вашу вакцину, и было очень много вопросов, и мы никак не смогли решать, не купили. И у нас была вакцина, и был страна, и мы не смогли купить вакцина. Но у нас есть очень эффективный системы в медицине, и для того, чтобы быть революционными, сегодня мы преодолели эти трудности. Наша страна в начале пандемии была очень медленно, а сейчас уже развивается. Ситуация с коронавирусом лучше, потому что население вакцинируется, либо еще какие-то были меры для того, чтобы бороться с короной? В составе менеджера. И может быть уже 75% которые имеют еще первую дозу. И маски, гель, алкоголь, хабон. Муэлла. Вузы, университеты, институты в России и в Екатеринбурге в том числе на дистанту шли. Студентам не всем это нравится. Что касается образования в Перу, как у вас там студенты учатся? Они приходят на лекции либо они дистанционно, онлайн, по интернету? В Перу как ситуация для студентов? Они идут или они в лодке? Нет. Если мы вновьем, todavía нет вероятности в присутствии. Все это виртуально. раз мы еще в пандемии, все виртуально, все онлайн. Это фактор для рейсов для студентов. Это фактор для нас очень опасно ходить. Есть ли у вас QR-коды для того, чтобы посещать концерты, музеи, торговые центры, рестораны? Уседесен ОКУПАНДО УСЕДЕС СИСТЕМА ДЕЛЯ ДЕЛЯ РЕСТАУРАНТЕС ТЕАТРО СИНЕС Да. СИ. А люди к этому нормально относятся? Потому что в России не нравится QR-коды и люди возмещаются. Как люди это об этом кодеке QR-коды? Они это aceptают или не нравятся? Например, в Руссии они не нравятся? Наш менталитет чуть-чуть поменялась из-за того, что умерли больше 200 тысяч людей. Поэтому к этому нормально относятся. Есть афори restringidos в в локалях и в ресторанах и есть протоколы для лотенцины. Есть протоколы, есть какие-то ограничения чтобы пойти в ресторан. И для путешествовать, летать или что-то должен иметь вакцинации. И у нас тоже есть QR-коды. Это способ защитить и реактивировать экономию. Потому что если так не делаем, наша экономия не развивается. Ольга, вы сказали, что будете в том числе современные медицинские технологии показывать нашим гостям из Перу. Что именно они увидят, с кем познакомиться и будут ли эти технологии предлагать нашим гостям, чтобы они у себя внедряли в стране. Да, сегодня с делегацией из Перу мы побываем в клинике Волковой. Оказалось, у кадрового персонала уже имеются наработки в виде трансфера своего опыта и медицинских технологий в страны Латинской Америки. Поэтому мы уже не будем пионерами в этом, а продолжим сотрудничество с Республикой Перу, в том числе то, что касается технологии реабилитации. Это особенно интересно в такое пандемийное время, потому что мы лишаемся своего здоровья, конечно же, даже переболев, и нам необходимо восстановление. И налаженный трансфер, мы будем его просто масштабировать в районы Республики Перу, а также в другие страны. Ну что ж, это радио Комсомольская Правда Екатеринбург. Напомню, что это прямой эфир, это значит, что вы можете позвонить к нам в студию. Нет, мне подсказывают не позвонить, у нас еще не сделаны IP и телефонии, у нас проблемы сегодня возникли, только к вечеру возможность появится, поэтому прямо сейчас вы можете написать нам на WhatsApp, потому что WhatsApp работает и ждет ваших вопросов, комментариев, сообщений, плюс 79533850923, плюс 79533850923, ну и огромный привет нашим радиозрителям, всем тем, кто смотрит трансляцию на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда Екатеринбург. Напомню, прямо сейчас в студии Комсомолки находится Ольга Ергунова, заведующая кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства Уральского государственного экономического университета, кандидат экономических наук, доцент, президент Уральского союза Туриндустрии. Также в студии у нас глава администрации Высшего технологического института государственного образования имени Симона Боливара, а также глава национальной коллегии образовательных учреждений Перу Луис Сесар Малина Альманза. Говорим мы с нашими гостями о целях их визита в Россию, в Екатеринбург, говорим мы про образование, современное образование, говорим мы о том, каким же образом наши страны могут сотрудничать в области технологий, в области науки, в области туризма. Кстати, о туризме мы поговорим сразу же после выпуска новостей на радио Комсомойская правда. Ну и вспомним, конечно же, мы чемпионат мира по футболу 2018, когда в Екатеринбург приехали болельщики из Перу мы вспомним как это было, насколько это было красивое завораживающее зрелище, которое правда для перуанских болельщиков закончилось печально. Печально поговорим мы и про перуанскую кухню, которую можно в Екатеринбурге распробовать, поговорим мы о том, что можно увидеть туристам в Перу, что можем мы им показать. В общем, много интересного впереди ожидает нас. Оставайтесь с нами, не уходите далеко. Сейчас новости на Радио КП. Гость в студии. Это Радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем наш эфир, продолжаем говорить с нашими иностранными гостями. Напомню, в студии у нас находится глава национальной коллегии образовательных учреждений Перу, глава администрации Высшего технологического института государственного образования имени Симона Боливара, Луис Серар Малина Альманза, а также Ольга Ергунова, заведующая кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства Уральского государственного экономического университета, кандидат экономических наук, доцент, президент Уральского союза туриндустрии и помогает нам переводчик Рафаэль. Вы знаете, вопрос нашему гостю из Перу, конечно же Перу и чемпионат мира по футболу вспоминается абсолютно всем жителям города Екатеринбурга, потому что в 2018 году была очень эмоциональная красочная делегация из Перу, которая поддерживала свою сборную по футболу. К сожалению, французы обыграли перуанцев и в этот день в Екатеринбурге лил дождь, как сказали наши горожане, это не дождь, это слезы перуанских болельщиков. Смотрели ли вы чемпионат мира по футболу в 2018? Да, 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 смотрели. Очень много перуанцев прилетели в Россию. И к нам в Екатеринбург в том числе. Вот я хотела бы добавить, сама была свидетелем вот этой вот любви перуанцев к футболу. Если ты находишься в Перу и должно быть какое-то запланированное деловое мероприятие, но в это время идет матч, все отменяется, откладывается, и просто деловые люди садятся и смотрят матчи. А то, что касается Екатеринбурга, да, ОРГ в 2018 году стал площадкой для приема делегации из Перу в рамках чемпионата мира по футболу и вообще в Россию. Тогда прибыло почти 3,5 миллиона иностранных гостей. Это, конечно, безумная цифра, огромная. И очень надеюсь, что после пандемии мы также активно будем принимать иностранных гостей, потому что интерес безумный к России. В 2023 году в Екатеринбурге будут проходить универсиады, всемирные игры спортсменов, которые как раз учатся в университетах, институтах. Это студенческие, такие олимпийские игры. Будет ли сборная Перу принимать участие в университетах в Екатеринбурге? В 2003 будет университет университет. Вы знаете ли перу они来атся? Да, я думаю, что есть очень хорошие возможности, но сейчас мы обнаружили больше в этом путешествии, formas для того, чтобы путешествовать в Руси, которые могут получиться более экономичными и более аттрактивными. Например, по-моему, 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 для нас это совершенно не diferente. Да, конечно, мы будем участвовать и очень хорошо, и мы уже как здесь находимся, мы уже много всего видели как экономик в нашу поездку сюда. Я думаю, что эти вещи неизвестны в Перу. То есть, Россия todavía неизвестна для большинства перуанцев. Они не понимают как идти, как делать, как гестировать, как не так complicado. Когда начнешь узнать, это гораздо более fácil от того, что мы обычно creем. перуанцев это очень непонятно, что будет, как будет, но из-за того, что мы уже здесь, для нас будет очень интересно все, что предлагаете, то, что касается в транспорте, в поезд, у нас уже будет, будем делать какой-то план. Например, когда мы прилетели в Москве, мы заметили, что есть поезд, а у нас в Перу такого нет. Для нас это очень интересно. И когда мы узнали про поезд именно в Москве, для нас это невероятно. это очень красиво, намного дешевле, и это культура ваша. Иголь в Сан-Петербург. Кстати, вот этот самый поезд делается у нас под Екатеринбургом, Верхняя Пышмета, делает Синара, вот эту самую ласточку. Поэтому вы ехали на поезде с Урала. Так, ну, хорошо, раз переводчик пока не переводит это, давайте я тогда задам вопрос, который прошу перевести. Так, в июне 2018 года на чемпионате мира по футболу в Екатеринбурге, как я уже говорила, приезжало самое большое количество болельщиков, интересных, эмоциональных, красивых. И перуанская кухня именно тогда, в 2018 году, во время футбольных матчей FIFA, появилась в Екатеринбурге. На пятом этаже пассажа заработал ресторан Метис, приехал на открытие этого ресторана и даже шеф-повар перуанской сборной по футболу, вот я сама лично с ним знакомилась и общалась, нам давали севиче, жаркое ломо, сальтадо, десерт трес-лечи, с кукурузным хлебом, в общем, было много-много всего интересного. Ну и сегодня блюдо перуанской кухни можно попробовать в других ресторанах. Вы что посоветуете попробовать в первую очередь? Какое блюдо перуанской кухни нужно нашим туристам поесть, попробовать, ощутить, вкусить? Что что вы рекомен для комеда перуана? Вы можете быть todos в день комедом 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 в Перу. Есть platки экзисты как ceviche, в кордево, в tirадите, вы можете найти в перу. Вы можете быть todos в день комедом с с с с У нас в Перу можно покушать каждый день разные блюда, например, свечи. У нас есть потенциал очень сильный. Потому что это вкусно, классно и свежо все-таки для нас. И вот Луис, он тоже хочет сказать, сейчас переведут. Но у нас есть 50 типов севиче. У нас есть 50 типов севиче. По типу песка, по форме препарации. Как подготовиться. В Перу всегда очень большое разнообразие. Вот на самом деле не только севиче 50 видов вы можете попробовать. Но также картофель на рынках Перу тоже представлен более десятками, несколькими десятками картофель. Я, кстати, предлагаю вашего гостя свозить в ресторан Екатеринбурга, попробовать севиче по-уральски. И заодно, кстати, раз уж мы говорим про еду, давайте поговорим про туризм. Потому что еда без туризма невозможна, так же, как и туризм без еды никак. Есть уральцы, которые бывают в Перу, ездят. Что вы посоветуете посмотреть в вашей стране людям, которые живут на Урале? Что вы нам рекомендают для людей из Урала visitать в Перу? В Перу, неизвестно, в Мачу-Пикчу. В Кайяо, но для гастрономии, севиче. В Кайяо, не только там. В аэропорте. Потом, на Наска. Наска? А, угу. На Линии Наска. Пойду их вида, в Кардаре, в Чаратене. Карал. В Каардаре, еchte убadelобучи с церковью Games Стре, еcut в Месопотаме. Это Месопотаме. Это государство с церковью? В Кайяо, именно. Я в Кайяо. Онterарий одного города кайя Ортанаме или попрещенхана. Чуть-чуть по-другому, чем в Бразиле, но очень красиво. Мы, кстати, помним карнавал, который устраивали болельщики из Перу в 2018 году на чемпионате мира по Европе, чемпионате мира по футболу в Екатеринбурге. Да, это тоже было красиво и здорово. Ну что ж, программа наша заканчивается. Уважаемые друзья, давайте дружить, приезжать в Перу. Перуанцы будут к нам в Екатеринбург, на Урал приезжать. Надеюсь, это в самом ближайшем времени произойдет. В студии у нас были Ольга Ергунова, заведующая кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства УРГЭУ, кандидат экономических наук, доцент, президент Уральского союза туриндустрии, ну а также Луис Серар Малина Альманза, глава национальной коллегии образовательных учреждений Перу, глава администрации Высшего технологического института государственного образования имени Симона Боливара. Всего вам самого доброго, до свидания и приезжайте к нам еще. Большое спасибо. Спасибо большое. Гость в студии. Радио Комсомольская правда. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую.